Представленный не так давно Samsung Galaxy R, который ранее был известен как Galaxy Z. С одной стороны, смартфон заурядный, у него нет ни обычного дизайна или корпуса целиком из металла. Он не является новым флагманом компании, у него не поражающая низкая стоимость. С другой стороны, перед нами необычный с точки зрения позиционирования устройства, ни средний сегмент, но и не флагман. Давайте вместе разберёмся, что за смартфон и для чего он нужен компании, а также чем модель может заинтересовать пользователей. И начнём мы с позиционирования. Недавно компания Samsung ввела новую классификацию для своих устройств, и там есть описание для моделей R-класса. На изображении видно, что модели с R следуют как раз после флагманов S, так что, с точки зрения позиционирования Samsung, Galaxy R это последняя ступенька перед флагманом. Здесь возникает вопрос, как компания планирует разбивать свой модель наряд на сегменты, если разница между средневысоким сегментом и топовым и так была не слишком ощутимой. А мы переходим к дизайну, качеству сборки и износу. Не буду лукавить и скажу, что дизайн аппарата мне не нравится. Если точнее, я не вижу в последних аппаратах компании намёка на дизайн или нечто подобное. Есть строгая форма корпуса и выдержанность тех аппаратов в одном стиле. Так было и с первым Galaxy, и со вторым. И Galaxy R от них ничем не отличается. Кстати, внешне Galaxy S2 и R очень похожи. Правда R немного толще. У неё крышка, аккумулятор с пластиной из металла. По этим признакам модели можно отличить. Для кого-то отсутствие дизайна в Galaxy R минус, а для других плюс. За счёт того, что смартфон представляет собой пластиковую коробку чёрного цвета, он едва ли может сильно не понравиться. Скорее, просто не будет вызывать никаких эмоций. К примеру, про HTC Sensations, такого не скажешь. Есть яркие противники его трёхцветной крышки. И напротив сторонники, здесь всё проще. Сборка смартфона хорошая, все части корпуса отлично подогнаны друг к другу. Зазоры между элементами минимальные. Корпус марки с лицевой стороны, потому что крупный сенсорный экран всегда пачкается. С обратной же стороны, как ни странно, корпус также пачкается. И по моим ощущениям, он быстро изнашивается. Даже если вы будете аккуратны, то есть станете носить смартфон только в кармане брюк или рубашки, поверхность телефона станет изнашиваться, покрываясь мелкими царапинками и начнут появляться потертости. Переходим к следующему. Материалы корпуса. Лицевая сторона смартфона, не царапающее зеркальное стекло, горело глаз, защищающая экран. Вокруг экрана идёт пластиковый кант, крышка и аккумулятор тоже из пластика. Но сверху на неё прикрепили металлическую пластину. На мой взгляд, получилось странно. Вроде бы, да, металл, вот он, а на самом деле вы сразу понимаете, что это просто нашлёпка. И... ну что тут сказать. Это основа полностью пластикового аппарата, и нашлёпка погода не делает. Хотя на официальном сайте этот ход называется металлической отделкой премиум класса. И сразу к экрану. В Samsung Galaxy R установлен сенсорный экран ёмкостного типа с диагональю 4,2 дюйма и поддержкой мультитач. Разрешение экрана 800 на 480 точек. Физические размеры 91,5 на 55 мм. Экран выполнен по технологии SC-LCD. И это, пожалуй, одно из основных отличий между Samsung Galaxy R и Samsung Galaxy S2, в котором используется Super AMOLED+. У дисплея есть хороший запас яркости, картинка на нём выглядит живо, при этом цвета остаются натуральными, чего не хватает в AMOLED-экранах. В смартфоне есть настройка, называется режим экрана, с помощью которой можно установить тот уровень контрастности картинки, который будет комфортен лично вам. За эту опцию я готов сказать огромное спасибо разработчикам. Углы обзора экрана максимально на солнце, картинка выцветает, но в целом остаётся вполне читаемой. И переходим к камере. А смартфон-то оснащён двумя камерами, фронтальной с разрешением 1,3 мегапикселя и основной с разрешением 5 мегапикселей. В аппарате есть вспышка, и ей можно воспользоваться как при фотосъёмке, так и во время видеозаписи. Использовать вспышку можно в качестве фонарика, с глазок камеры располагается вровень с поверхности корпуса, в обводке. Перед съёмкой его можно легко протереть. Интерфейс в камере просто удобен, в нём можно разобраться при помощи обычной интуиции. А мы продолжаем. Переходим к разделу «Автономная работа». В смартфоне используют Li-Ion, аккумулятор с ёмкостью 1650 мАч. Предводитель заявляет до 9 часов работы в режиме разговора GSM и до 620 часов работы в режиме ожидания. Переходим к звуку. И чтобы не томить вас разговорами, просто включу вам песенку. Чёрт, как же это было громко и внезапно. А теперь мы переходим к последней, самой важной части нашего обзора. Производительность. Аппарат построен на платформе NVIDIA Tegra 2, с двухъядерным процессором с частотой 1 ГГц, Cortex-A9. В смартфоне 1 ГБ оперативной памяти, примерно половину занимают сервисные программы и службы. Пользователи для запуска софт доступны также около 500 МБ, если убить весь софт, висящий в фоне. В модели 2 ГБ внутренней памяти для хранения данных ROM, а также модуль на 8 ГБ и слот под карту памяти формата microSD. Поддерживается карта объёмом до 32 ГБ. Аппарат без проблем проигрывает в видео любых разрешений вплоть до 1080p. Вот вам результаты производительности в нескольких бетчмарках. Antutu, SQ Lite и SmartBench 2011. Заключение! В итоге ситуация со смартфоном получается странной. С одной стороны, это во всех отношения качественный аппарат с хорошей производительностью экраном и с добротной сборкой. Неплохой камерой и продуманным набором предустановленных программ. С другой, это аппарат стоит немало. И здесь возникает главный вопрос. Зачем брать Galaxy Air? Зачем покупать аппарат с 5-мегапиксельной камерой и более слабой, чем остальные, если можешь добавить пару тысяч и купить топовый смартфон от той же компании? Но тут уж вы решайте сами. А с вами был Макс, и всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok